Здравствуйте дорогие друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк и... кто это? Фокусы от моряка! Правильно! В этом видео я покажу вам несколько простеньких трюков, которые я люблю делать и конечно же вас им обучу. Итак, для первого трюка, вообще элементарщина, справится любой младенец, придется следить всего лишь за двумя картами. Итак, смотри, первая карта, пять пик. Запомнила, да? Запомнила. Пять пик, пусть она у нас лежит вот здесь снизу. Вторая карта у нас это король буби. Король буби пусть лежит у нас сверху. Ты ожидаешь еще каких-то действий от моряка? Да. Да, но их больше не будет. Ответ мне на один простой вопрос. Где король буби, а где пятерка пик? Король буби вверху, пятерка пик внизу. Пятерка пик внизу, то есть вот это пятерка пик, правильно я тебя понял? А король буби, соответственно, наверху. Да. Но, ты ошибаешься, дорогая моя, сверху пятерка пик, а снизу, как ты, конечно же, догадалась, это король буби. Вот такой вот прикольный трюк на сообразительность. Итак, друзья, для того, чтобы выполнить данный трюк, необходимо подготовить даблбэк карту. Итак, даблбэк карта, она кладется поверх колоды и, собственно, на этом вся подготовка и заканчивается. Можете потасовать колоду несколько раз, да, но только так, чтобы даблбэк, конечно, у вас остался сверху. Так, теперь говорите зрителю, что будете проводить небольшой такой тест на наблюдательность. И говорите, смотри, верхняя карта у меня, ну, допустим, там, туз пик, да. Но, вы делаете двойной подъем, переворачиваете карту, туз пик, кладете на стол, накрываете каким-нибудь стаканом. Зритель думает, что туз пик лежит снизу. Далее говорите, вы вторая карта, также делаете двойной подъем. Вторая карта у меня, это дама буби. Дама буби у меня будет лежать сверху, но на деле это не дама, а туз пик. Теперь вы спрашиваете, вот и, собственно, и все, где туз пик, а где дама буби. Ну, зритель начинает, конечно же, отвечать так, как он следил. То есть, туз пик здесь, дама буби здесь, да. Вы говорите, туз пик здесь. То есть, достаете даблбэк, кладете ее вот так вот поверх колоды, говорите, хорошо, туз пик здесь. А здесь, соответственно, дама, верно? Верно, говорит зритель, верно, да неверно. Вы переворачиваете верхнюю карту, и туз пик оказывается здесь. А теперь делаем двойной подъем с даблбэком, переворачиваем, и видите, получается, что дама буби лежит сверху. То есть, даблбэк нам не палит вторую карту, которую мы берем при двойном подъеме, да. То есть, соответственно, все выглядит более естественно и эффектно. Вот такой вот карточный фокус. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, и на очереди у нас очередной трюк. Конечно же, картишечки мы тасанем, чтобы у нас с вами все хорошенечко получилось. Итак, останови меня в любой момент. Стоп. Стоп. Запомни карту, эта твоя будет. Запомнила. Запомнила, да? Уберем ее, конечно же, куда-нибудь глубоко, глубоко, в самый недр колода затасуем. Итак, ответь мне на такой вопрос. Нижняя карта – это твоя карта? Нет. Не твоя карта. Я так и думал. Верхняя карта – это твоя карта? Нет. Нет. Я тоже так и думал. Может быть, это вторая карта? Нет. Тоже нет. Теперь останови меня, пожалуйста, где захочешь. Так. Стоп. Вот здесь, да? И появляется, конечно же, твоя картишка. Класс. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Этот фокус выполняется очень легко. Я его увидел как-то одного чувака на канале на ютубе. Мне он очень приколол. Ну, не то чтобы очень, но такой прикольный он, конечно, трюк, но элементарный. Итак, значит, вы даете зрителю запомнить карту. Он ее запоминает, да? Допустим, это 5 пик. Вы ее любым способом контролите. Просто наверх. Как я делаю, да? Я делаю с инжогом. То есть, я фанат старой школы, да? Со всякими инжогами. То есть, кто не умеет это делать, пожалуйста, смотрите плейлист «Школа для новичков» на моем канале. Итак, пятерку пик мы вывели наверх, да? То есть, соответственно, карту зрителя мы сконтролировали наверх. Мы говорим... Стоп. Мы ничего не говорим. Нам необходимо сделать ее второй снизу. Второй сверху, прошу прощения. Поэтому я что делаю? Я налистываю пробежкой одну карту. Снова делаю инжог. Снова вывожу это все дело наверх. И вот у меня карта зрителя уже вторая сверху. Я спрашиваю, твоя карта нижняя? Нет, не нижняя. Переворачиваю верхнюю карту. Не зритель. Говорю, твоя карта верхняя? Он говорит, не верхняя. Теперь я делаю двойной подъем. И беру эти две карты. Беру эти две карты. Говорю, может быть, это твоя карта вторая сверху. Но она и не вторая сверху. Я обе эти карты вот так перевернул. Соответственно, у меня пятерка перевернулась зрительская. Мы говорим, хорошо, мы найдем ее по-другому. Останови, пожалуйста, меня в любой момент. Он начинает пролистывать. Останавливается, допустим, где-то вот здесь. Вы вот так вот это подснимаете, как будто бы делаете свинг-кат. Но подсняв, просто верхнюю карту вот так вот мы слистываем. Еще раз. То есть он листает, остановил. Мы вот так вот забираем верхнюю карту. Положили. Все это делается быстро. И вот твоя карта появилась. То есть еще разочек листает стоп. И вот она твоя карта. Вот такой вот простенький фокус. Берите его себе в арсенал. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. И на очереди у нас очередной карточный фокус. Что ж, конечно же, давайте мы картишечки с вами перетасуем как следует. Теперь выбери любую карту. Покажи ее в камеру. Мне не показывают. Ты что, с нижней взяла что ли? Да. Это ход конем. А я же ее запоминал. Ладно. Для того, чтобы найти твою карту, естественно, я ее до начала подсмотрю. Но ты не зевай. Останови меня в любой момент. Давай. Стоп. Стоп. Да? Вот здесь вот мы с тобой остановимся. И спрячем твою карту. После вовшебного щелчка что произойдет? А всем известно, что произойдет. Карта, конечно же, появляется сверху. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Для этого фокуса нам необходимо вновь воспользоваться даблбэк-картой. Мы кладем ее также поверх колонны. Далее просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Он ее выбирает. Либо вы можете, например, пролистывать. Зритель сказал, стоп, вы переворачиваете карту. Это семерка крести. То есть здесь все происходит так, явно, без всяких запоминаний и попыток спрятать карту от фокусника. Итак, карта зрителя семь крести. Далее даблбэк-карту я беру вот так на брейк. Таким вот макаром беру на брейк. И говорю, я сейчас буду пролистывать. Останови в любой момент. Зритель начинает пролистывать. Говорит, стоп, к примеру, здесь. Вы подносите вот сюда мизинчик. Прошу прощения, средний палец. Как будто бы вы делите колоду именно здесь. Но это лишь иллюзия. На самом деле вы захватываете вот сюда. Кладете средний палец. И поднимаете только верхнюю карту даблбэк. То есть создается иллюзия, что вы подсняли как будто бы вот здесь. Но на самом деле вы подсняли только верхнюю карту даблбэк. Итак, мы ее держим вот так вот подснятой. А этими картами быстренько вот так вот забираем верхнюю. И поднося вот сюда карту даблбэк, я верхнюю карту, вот эту стопочку, немножечко приподнимаю примерно половину средним, прошу прощения, большим пальцем. То есть карта зрителя, вот она у нас наверху. Я подношу ее как будто бы сюда. Сюда. И захватываю. То есть создается иллюзия, что я как будто бы вот эту стопку все время держал. Это была стопка, да, это была не одна карта, я держал стопку. И теперь я как будто бы карта зрителя здесь, да, я ее вот так вот накрываю. То есть создается иллюзия, что она действительно у нас уходит в середину. Но на деле мы брали лишь верхнюю, а карта зрителя уже сверху. Нам остается сделать щелчок пальцами, сделать двойной подъем, перевернуть карты. И вот она, карта зрителя наверху. И в этом нам снова помогает даблбэк, которая не палит вторую карту, а потому что у нее двойная рубаха. То есть вот так вот все это и выглядит. Еще раз, значит, пролистали, остановили, да, то есть вот открыли. Говорим, попроси меня, останови меня в любой момент. То есть пролистываем, захватываем эту карту, быстренько вот так вот забираем, подносим, вот так вот поворачиваем к зрителю, чтобы он видел, как будто бы мы эту верхнюю стопку готовим. Залистываем, делаем двойной подъем, переворот и вуаля, вот она карта сверху. Вот такой вот трюк, он не сложный, но он ракурсный. То есть надо, чтобы зритель сидел именно вот так вот перед вами, не сбоку, не с того боку, иначе есть опасность то, что он вас попалит. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока.